Привет, дорогие друзья! Доброе утро всем! Сегодня у нас утро доброе, погода хорошая, и сегодня будет небольшая мотивация. Хочу помыть окно на кухне, вот, а прежде чем окно помыть, надо позавтракать. Время у нас 9-10 часов. Лола мне сегодня дала поспать до полдевятого, правда, ночью поднимала, как всегда, но ничего. Вот, и так что хочу приготовить завтрак. Завтрак у меня будет опять такой же, из тостерного хлева, рулетики, но немножко переделанный рецепт. Так что я посмотрела у Элины на канале Дорога перемен. Вот, и такой прям интересный, тоже такой же бутербродик, как практически у меня, но только жарится немножко по-другому, не заморачиваясь. Вы знаете, я думаю, будет очень вкусно, мне такое нравится, потому что я люблю гренки, так что вот так. Здесь у меня опять варится вермишелевый молочный суп. В прошлый раз так понравилось, я решила еще сварить. Вот, сегодня еще внученька должна прийти, может, и она как раз со мной покушает. Кофе сварила, потому что обычный растворимый у меня закончился. Как никогда я последнюю пачку просто на работу забрала и забыла купить себе заначку. Так что вот так. Бульон варю, грудку на супчик. Так что с утра мы готовим. Ну и сейчас будем делать бутерброды. Я уже приготовила здесь у меня сосиски Василисына, были детские, с индейки. Сыр, укроп, яйцо. Сейчас сюда еще молочка добавим. И два кусочка хлеба. Вот, я его уже обрезала. Так что будем сейчас готовить, друзья. Ну что, ребят, начнем делать. Итак, хлеб, как всегда, опять раскатываем в тоненький пласт, как в прошлый раз. Ой, у меня подсох немножко, полежал. Ой, ничего, сейчас застряну. Так, видите, подсох корочка. Съедим корочку. Я думаю, что мне эти больше должны понравиться. Так, я в масло наливаю растительную сковороду. И, включая, пусть накаливается. Потому что сейчас мы быстренько сюда вот... В яйцо добавляю молока немного. Где мы будем обмакивать. Ну и все. Кладем начинку. Колбаску. Сырок. И зелень. Плохо раскатывается. То, что подсох немножко. Красота. Не надо в духовку, не надо в сухарях все это. Ну, так и так вкусно, конечно. Вот, друзья, какие получились рулетики. Смотрите, красивые такие. Я думаю, что они очень вкусные. Сейчас попробуем. У меня здесь молочный суп. Кофе я сварила. И вот рулетики. Ой, прям красотель. Такие нежненькие. Смотрите, какие красивые. Они вкуснее. Вот такие на масле. Жареные. Ну, мы, наверное, привыкли на масле. А в духовке мы не очень любим. Хотя те были вкусные. Но те были холодными вкусными. У меня было последние два кусочка. Так что надо еще купить такого хлеба и приготовить. Нет, очень вкусно. Мне понравились. Понравились тем, что они теплые, вкусные. Вот те тоже вкусные, но были холодными вкусные. Ну, а эти, ну, опять же, те духовки. Можно сказать, диетические. А мы привыкли. Все жареное, пареное. Ну, да. Ну, поэтому оно и вкусное. Спасибо, Элечка, за идейку такую. Ну, все, друзья, давайте завтракать. Кто со мной, всем приятного аппетита. И начнем окно мыть. Ну, что, друзья, после плотного завтрака небольшая мотивация. Начинаем мыть окно на кухне. В принципе, на кухне у меня чисто. Убираться я не буду сегодня. Сейчас помою окно и на сегодня все. Нет, ну как все, еще пирог надо нам испечь. Так что вот так. Но я имею в виду убираться я больше сегодня не буду. Так что поехали. Я уже приготовила стремянку. И сейчас полезу наверх. У нас погода сегодня отличная просто. Ну, правда, солнышко то заходит, то выходит. Но все равно хорошо. Цветочки мои. Они красавцы. Вот. И этот вот, который свел. Вот он, ребеночек. Вот он красивый, вот так растет. Но как-то его я хочу, чтобы он вот в разные стороны вот так вот не рос. Как вот? Может быть, как-то их... Ну, как-то их подрезают. Что-то как-то. Посоветуйте. Как вот сделать, чтобы оно прям деревце одно росло. И чтоб красивое. А не в разные стороны. У меня обычно в разные стороны. И потом вот падает весь цветок. Так, ну что. Начинаем мыть окно. Мне с Андреем хорошо. Он мне ведро держит. А самой, конечно, тяжеловатенько будет. Ну, ладно. Не будем ждать Андрюшку нашего. Вот, я вот горячую какую довела. Я сначала здесь мою, потом уже на улицу выхожу. Ну, и когда как. Войдет у меня ведро. Тряпочка вот такая у меня очень хорошая. Так, что-то меня не видно. Одну задницу. Сейчас. Немножко подниму. То, что попу только смотрите. В мою. Вот так. О! Хоть немножко вся. Влезла. Влезла. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 теперь берем форму смазываем сливочным маслом вообще у меня здесь рецепт на две порции потому что он такой вкусный одно это маловато я делаю сразу две порции а напишу на одну так что смотрите девочки мальчики все прям хорошо смазываем духовку я включила уже на 180 градусов разогревать теперь на дно формы выкладываем шоколадное тесто немного теперь творожное вот так вот надо вот эти вот творожные нам закрыть тесто и сверху должно быть у нас шоколадное тесто сюда тесто немного молока добавила не знаю что получится но пожиже ну вам оставлю рецепт как прям есть потому что я по нему делала все время получалось нормально может быть шоколадный почему он у меня такой густой получил здесь все равно будет разводами поэтому ничего страшного что я вот так ложкой все равно имитируется развод ну и все и имитируем вот так вот разводы там по-любому конечно но бы здесь красиво было бы разводами рисунок был бы ну ладно все убираем духовку ну все друзья пирог наш испекся я его еще сверху хочу сахарной пудрой украсить вот смотрите он когда у вас испечется вы его сразу не вынимайте из формы он должен у вас остыть полностью пусть там тепленький допустим я вот его оставляю у меня уже немножко остыл и все потом уже буду нарезать сейчас я еще к маме с Василисой поеду туда отрежу к детям да кати кусочек лёши поэтому одной порции это маловато сразу делайте две я уже начала резать и не включила камеру режется очень хорошо вот смотрите какой красивый еще тепленький тоже я тороплюсь сейчас дети уже приедут и нас с Василисой к бабушке повезут вот такой друзья шоколадно-творожный пирог у меня получился так что вот так вот и обычно вот в те разы у меня как бы больше разводу было в этот раз меньше может быть то что видите тесто густое но ничего все равно пропекся я думаю что будет вкусно и все друзья можно орешков грецкие добавить тоже будет очень вкусно так что готовьте друзья пробуйте очень вкусно и вот пирог испекла окна помыла все еще супчик у меня доваривается и все посуду все помыла все сейчас поедем сейчас уже привезут мне внученьку любимую ну вот хоть ей время немножко уделю я уже давно прям с ней не баловалась не нянчилась еще хотела показать купила два полотенца и знаю вот бамбуковая еще не пробовала его но до этого я брала вот 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 такое вот я не знаю это что у нас бамбук нет это не бамбук в общем вот такие два полотенчика вы девчонки такие мягенькие хорошие но и бамбуковая тоже не тонкой по 380 рублей в чайке потом взяла вот такой вот отрез знаете что задумала в общем вот сюда хочу подушки сделать хотела без потом думаю ну сольется все кровать покрывала представьте вот такие сиреневые будут небольшие подушки прелесть так я прям хочу теперь вот время выбрать и заняться подушками ну как бы вот так все собираюсь сейчас уже поедем так будет здорово вот эти подушки смотреться мне кажется такие вот дела